Приветствую всех на канале Дачный Сезон Круглый Год. Всем знакомая ароматная мелисса. Это растение, наверное, растет в каждом саду. Оно легко сеется само. Надо только не выпалывать молодые растения. У меня же разновидность. Мелисса лимонная. Это многолетнее растение, которое растет на одном месте несколько лет. И потом его нужно пересаживать и разделять кусты. Эта трава известна всем благодаря своему приятному мятно-лимонному запаху, который бодрит и освежает. И основное применение этой травы – чай с мелиссой. Я же хочу поделиться рецептом приготовления напитка из мелиссы. Как я его делаю, расскажу чуть позже. А сейчас хотя бы пару слов о лечебных свойствах этой замечательной травы. Главное свойство – обладает седативным эффектом. Снимает беспокойство, напряжение нервное, борется с бессонницей. Второе важное свойство этой травы – понижает давление. Благотворно влияет на работу сердца. И также это чудо-средство при похудении. Личные килограммы легче сходят при приеме напитка из мелиссы. Оздоравливающий эффект проявляется при головокружениях, шуме в ушах, нарушениях работы желудка и кишечника. Ну таки вздутие, расстройство желудка, метеоризм, запор. Даже есть данные, что мелисса нормализует гормональный фон. И что очень замечательно, эта трава совершенно не имеет противопоказаний. Можно напиток из мелиссы и чай из мелиссы употреблять как беременным женщинам, так и мамочкам кормящим. И говорят, что даже увеличивается, прибывает молоко после применения напитка из этой чудесной травы. Как готовится этот настой? 3 литра воды закипела. Похапку мелиссы помыли хорошо. И просто все целиком со стеблями и даже с семенами. Опускаем в эту закипевшую воду, погружаем всю траву в кипяток. На 3 литра кипятка добавляем 3 столовые ложки сахара. И все. И выключаем. Делать это лучше вечером, настаивается ночь. Утром процеживаем в удобной для нас емкости. Травка настоялась ночь. Перелила ее вот в 2 таких полтора литровых бутылки. Напиток получается очень красивый. Цвет у него как хорошего чая. Такой благородно коричневатый. Имеет прекрасный запах и необыкновенный вкус. Немножко щиплет язык. И можно конечно добавить еще лимончик, когда травка настаивалась в кипятке. Мы лимон не добавляем, потому что запах лимона присутствует. Это лимонная мелисса. Ну и кислоты как-то в этом напитке мне не хочется. Даже немножко пенится этот напиток. Чем-то похож на хороший вызревший квас. Но вкус конечно совершенно другой. Я этот напиток готовлю в течение всего лета. И даже думаю на следующий год расширить посадки мелисы. Вам тоже советую попробовать приготовить этот напиток. И я думаю, что всем членам вашей семьи он понравится. Желаю вам здоровья, урожайных грядок. Всем пока-пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok